Спасательный круг. У сотрудников МЧС и освода именно этот оранжевый бублик является незаменимым средством спасения тонущего человека. Если расстояние до провалившегося под лед около 25 метров, водолазы используют плавучий линь. Специальное устройство, которое спасатель забрасывает утопающему, оставляя себе другой конец. Еще одним методом вызволения попавшего в беду является доска. Демонстрация спасателям правильного поведения на льду – прекрасное пособие для любителей подледной рыбалки. Кстати, для последних водолазы раскрыли еще один способ спасения. Рекомендую такие спасательные устройства, как шиле для льда. Для того, чтобы человек мог с помощью своей, грубо говоря, только своей силы выйти спокойно на лед. Ну и, возможно, иметь при себе некоторые приспособления, то есть небольшой, грубо говоря, кусок веревки, которым он может, если выходит на ловлю на реке, может на берегу привязаться к дереву, для того, чтобы если провалился под лед, по крайней мере, сам себя спасти. Или помочь своему товарищу. Учитывая, что сегодня почти все водоемы покрыты тонким слоем льда, поклонники подледной рыбалки уже кое-где появляются с удочками на хрупкой поверхности рек и озер. Разговоры о неокрепшей глади и вероятности утонуть их вовсе не смущают. К сожалению, легкомысленное отношение к собственной жизни стало причиной трагедии для многих любителей зимней рыбалки в этом году. В этом году у нас произошло увеличение количества несчастных случаев, связанных в первую очередь с рыбаками. 21 жителей области, ушедшие к водоему провести приятное время, не вернулись домой. Основная причина – это несоблюдение мер безопасности при нахождении у водоемов. Вторую группу риска составляют дети. Первый лед для юных исследователей особенно притягателен. Испытать толщину, понаблюдать за тем, как он ломается. Все эти эксперименты вызывают у детей настоящий восторг и, как правило, является причиной несчастных случаев на воде. Дети находятся у воды, пытаются пробовать лед, насколько он держит их вес. Вот эти вот факты становятся предпосылками к трагическим последствиям. Трагический случай у нас зарегистрирован на территории Столинского района, когда ребенок 8 лет, 2005 года рождения мальчик, отправился со взрослыми родственниками на рыбалку. Затем его самостоятельно отправили домой. Домой мальчик не вернулся, как выяснилось впоследствии. Он утонул, провалившись под лед. Прежде всего, конечно, обращаем внимание взрослых на то, что нахождение детей без сопровождения взрослых на льду категорически запрещено. Особенно в такой период, когда лед только образуется, когда он очень тонкий, когда это нахождение может обернуться в любой момент трагедии. Сегодня в условиях частого перепада температур поверхность реки и озер не успевает промерзнуть до безопасной толщины. А это не менее 7 сантиметров. Прочность льда можно определить даже по цвету. Голубой говорит о высокой надежности. На серую, матово-белую или с желтоватым оттенком поверхность водоема лучше не ступать. Поэтому, несмотря на то, что сегодня спасательные службы оснащены всем необходимым оборудованием, а водолазы готовы прийти на помощь в любую минуту, необходимо самим соблюдать элементарные меры безопасности. Именно они являются залогом вашей жизни и здоровья.